720 миллионов рублей поступило в бюджет Башкортостана в прошлом году от продажи и сдачи в аренду госимущества. Это на 25% больше плановых показателей. Об этом в интервью телеканалу РБК Уфа сообщила глава республиканского Минзиму имущества Наталья Полянская. При этом, по словам министра, в прошлом году ведомство не выполнило план по приватизации. Причина тому ограничения, связанные с пандемией коронавируса и снижение доходов и платежеспособности предприятий. Отмечу, что на продажу выставлялись акции более 50 предприятий. В этом году форму собственности сменили лишь несколько, в том числе совхоз Алексеевский и Стерлитамакские железные дороги. Все предприятия, которые планировалось выставить на продажу, мы выставляли. Но учитывая и пандемию, учитывая тяжелое финансовое положение очень многих, ну и инвесторов тоже в том числе, к сожалению, ни одни торги не были признаны состоявшимися. То есть процедуры, они все были предприняты, на сегодняшний день с инвесторами работа продолжается. То, что касается акционирования, да, все, что было в плане приватизации по акционированию, оно было закончено. Это и совхоз Алексеевский, и у нас СТЖД, Стерлитамакские железные дороги были переданы, там, уставник Машкиров Тадора. Что касается льготной аренды для предприятий региона, ею воспользовались 33 компании. При этом перечень свободных для передачи бизнесу площадей расширился до 720 позиций. В ближайшее время его увеличат еще на 10%. Полное интервью с министром земельных и имущественных отношений Натальей Полянской смотрите сегодня на телеканале РБК УФА 19.20. Продолжение следует...